МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украинские суды остались без охраны. И кто уже этим воспользовался? Арестованному в России украинскому журналисту Роману Сущенко сегодня предъявили обвинение по статье «Шпионаж». Произошло это днем в московском следственном изоляторе Лефортова. Теперь процессуальный статус нашего соотечественника официально изменен. Но, по словам адвоката Марка Фегина, ознакомившись с материалами дела, состава преступления в действиях Романа он не находит. У органа следственного, у Федеральной службы безопасности такая возможность есть. Пусть они под этим международным давлением, требованием убедительно доказать, что действительно журналист Роман Сущенко занимался шпионажем, им нужно будет все-таки самим привести доказательства, убедительные доказательства общественному мнению, что это на самом деле так. Вот меня он этот документ не убедил. Мы составили протокол, где Роман написал о том, что не признает свою вину. Фегин также добавил, что борьба за освобождение Романа будет долгой, и освободить его может лишь политическое решение, а еще давление международного сообщества. В противном случае Сущенко ждет закрытый судебный процесс и срок в 20 лет. Украинских консулов к Роману сотрудники Следственного управления ФСБ пообещали допустить только на следующей неделе. Представитель российского консульства, которого еще вчера вызвали в МИД Украины по поводу ареста Сущенко, явился туда только сегодня. В ходе встречи украинская сторона выразила ему ноту протеста в связи с незаконным задержанием журналиста, а также потребовала немедленно допустить к Сущенко украинского консула. Имя Романа Сущенко звучало сегодня и в Верховной Раде. Там прошел традиционный день вопросов к правительству. Какие еще вопросы и ответы прозвучали? Все подробности у Ольги Рыцарь. Перед парламентом живой коридор для депутатов. Так профсоюзы отмечают Всемирный день борьбы за достойные условия труда. И напоминают нардепам, в то время как в странах ЕАЭС средняя зарплата полторы тысячи евро, в Украине в 10 раз меньше. Наши вымоги не изменены. Существово кардинальное уменьшение тарифов, перегляд зарплаты пенсии, существенная индексация зарплаты пенсии, далее модернизация социальных стандартов и диалоги с владой. Все, кто причастен к разработке бюджета, министры и нардепы сегодня в парламенте. Но трудовых рекордов здесь не ставят. И даже вопросы депутатов к министрам не касаются зарплат, пенсии и тарифов. Главная тема – развитие спорта. Мы предмечаем 300 миллионов гривен, которые будут направлены на условиях спи-финансирования на территории для восстановления спортивной инфраструктуры. Интересуют депутатов и ситуации с арестованным в России украинским журналистом Романом Сущенко. Уже неделю украинский консул не может к нему попасть. Чи на сегодня есть депутат украинского консула до Романа? Чи есть депутат украинского консула до Олександра Кольченко, по которому мы знаем, что есть улучшение состояния здоровья? И вообще, какая у нас ситуация по депутат украинских дипломатов до политвязни? Мы пытаемся отримать его и надеемся, что это будет происходить в ближайшее время. Стосовно Кольченко, на жаль, такая же ситуация. И тому нам действительно нужна подальше скоординованная позиция в сенсе тиска международного спецтворительства, международных медиа и международных неурядовых организаций для действительно покращения ситуации. О меморандуме с МВФ в сессионном зале ни слова. Министры молчат, депутаты опасаются. Правда в кулуарах. Мол, в ближайшее время Украину ждут пенсионные и налоговая реформа, а еще повышение тарифов на коммуналку. Часть этих требований фонда в меморандуме, подписанном с Украиной. Украинская влада, согласно с этим абзацом, взяла на себя обязанность уже до конца этого года переглянуть условия ведения спрощенной системы податкования. И, как записана, такая душа фраза, знаете, обтекаемая, которая позволяет широкое отломочение. Что к податковой реформе мы, например, не будем поддерживать. На жаль, сегодня нет четкого и прозорого диалога с Украиной, с государством, что, в принципе, они будут делать по выполнению этого меморандума. Наша позиция, что Украина перепутал и влада вообще приоритетов. Сегодня наибольшая небезопасная ситуация в Украине и наибольшая небезопасность – это бедность населения. Люди уже не имеют денег для того, чтобы закупить себе даже ежу. Бороться надо с бедностью, а не делать все, чтобы отримать какой-то там схвальный кивок с боку европейского еврокомиссара или кого-то из Европы. А властное население, причем, потерпает от бедности и злини. Единственное, что радует нардепов – они уже получили главную смету страны от министров. А значит, есть еще время все переписать. Мы каждую цифру шлифуем. Когда вы имеете документы, с которыми вы можете работать, вот это и наши достижения. Армия, полиция, охрана здоровья, освещение. Мы сегодня ее обговорим. Мы понимаем, что не хватает денег. И хотя в повестке дня сегодня было запланировано два законопроекта, спикер заседание закрыл сразу же после ухода министров. Как обычно, по пятницам запросы депутатов. Сегодня их 248. Это вдвое меньше, чем на прошлой неделе, сообщила Ирина Герасченко, которой по традиции досталась нелегкая работа их зачитывать в пустынном зале. Ольга Рыцар, Ирина Романова, Владимир Самченко, Сергей Коваль. Подробности – телеканал «Интер». Кстати, об МВФ сегодня стартовала осенняя сессия фонда. В ходе встречи планируется обсуждать и условия кредитов для Украины. Делегация из Киева уже в Вашингтоне. Ее главная задача – договориться о принципах, на которых фонд продолжит кредитование страны. Министр финансов Украины Александр Данилюк уже встретился со своим немецким коллегой Вольфгангом Шойбле. Впереди у него еще переговоры с руководством МВФ, Европейского банка, реконструкции и развития, а также с министром финансов США Джейкобом Лью. Участие в форуме также примет и глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Переговоры главных финансистов мира в Вашингтоне продлятся 4 дня. Кстати, менее чем через час другие переговоры состоятся в студии «Черного зеркала». Мы разберем по полочкам меморандум между Украиной и МВФ. И разберемся, как некоторые его пункты могут негативно или положительно отразиться на нашей с вами жизни. Дождитесь, старт программы ровно в 21.00. От 8 до 25 триллионов долларов находятся в офшорах. Такие данные приводит ООН. Ее специалисты предполагают, что около 80% этих денег не задекларированы. Организация Объединенных Наций призывает государство привлечь к ответственности всех своих граждан, которые уклоняются от уплаты налогов. Кроме того, планируют создать рабочую группу ООН для предотвращения случаев мошенничества. Жили богато, хватит. Германия задумалась о сокращении социальных выплат. Кого хотят посадить на голодный паек и чего на самом деле хочет этим добиться правительство? Татьяна Лагунова подробнее. Граждане других стран ЕС не смогут претендовать на получение социальной помощи в Германии. Такой законопроект немецкие власти уже разработали и могут утвердить в ближайшее время. Цель нововведения избежать дополнительных расходов из бюджета и стимулировать приезжих к поиску работы. Социальная помощь это в первую очередь пособие по безработице. Рассчитывать на него граждане других стран Евросоюза смогут только прожив в Германии определенное время. Новый законопроект предлагает немалый срок 5 лет. На утверждение правительства, а потом и Бундестага, это нововведение планируют вынести уже до конца года. И скорее всего его одобрят. За и правящие партии страны канцлер Ангела Меркель. Ведь подобные выплаты могут вылиться немецкому бюджету в копеечку. Особенно если в Германию начнут массово стекаться граждане с востока ЕС, рассчитывающие на соцпомощь. Но есть и подводный камень, который может осложнить принятие этого закона. А именно решение федерального суда по вопросам социального права. В прошлом году он постановил, иностранцы имеют право на получение социальной помощи после полугода пребывания в Германии. Сколько человек лишатся социальной помощи после принятия нового законопроекта? Немецкие власти пока не подсчитали. Известно только, что сейчас выплаты получают почти полмиллиона граждан других стран ЕС. В основном из Польши, Румынии, Болгарии, Италии и Греции. Татьяна Лугунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Очередного взяточника в Мантии поймали детективы НАБУ и полиция. Судья одного из районных судов Днепра за вознаграждение в размере 10 тысяч долларов пытался повлиять на следователей полиции, чтобы они закрыли уголовное расследование. Задержали Мздоимса прямо на рабочем месте. Такие оперативные мероприятия, обыск в кабинете судьи и его задержание, стали возможны только после того, как изменения в закон о судоустройстве вступили в силу. Судье-взяточнику грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с конфискацией всего имущества. Ну а самим судьям теперь хоть ночной дозор организовывай. Ведь суды никто не охраняет. Так решило руководство МВД. Несколько дней без присмотра уже дали первые результаты. Например, из Харьковского хозяйственного суда накануне неизвестные украли сейф со штампами и печатями. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Сейф с печатями и штампами выкрали из канцелярии. Пропажу обнаружила уборщица, которая утром пришла убирать помещение. Она и вызвала полицию. В данном помещении есть решетки, есть в коридорах видеонаблюдение. На данный момент изымается, приобщается к открытому уголовному производству. Ведется следствие. Каким образом злоумышленники выкрали сейф из охраняемого помещения, в Шевченковском суде объяснить не могут. Как и то, кому могло все это понадобиться. Судом были оповещены государственные органы, нотариаты, исполнительные службы, органы юстиции о том, что данные печати являются уже недействительными. И мы ждем, то есть будут изготовлены также новые естественные печати. Юристы говорят, по закону ответственность за сохранность судебного имущества лежит на судебных администрациях. Пока силовые структуры по охране судов еще не сформированы, функция охраны возложена на правоохранителей. В конце прошлого года, в ноябре, постановлением Кабинета министров охрана судов было возложено на органы национальной полиции и подразделения национальной гвардии. Служители Фемиды работа силовиков недовольны. Накануне Совет Судей Украины обратился к президенту, премьеру и правоохранительным структурам с просьбой обеспечить охрану судов и судей во время заседаний. В заявлении говорится, больше половины судов в Украине вообще не охраняются. И только 4% по всей стране охраняются по ночам. Если ситуация не изменится, судья оставляют за собой право временно прекратить рассмотрение дел. Ситуация близка до неконтрольованої. В отсутствии охраны в судах так званые «громадские активисты» начали административно использовать для действия тисков на судов с метою отримания необходимого для них решения в той или иной справе. Незначная охрана, которая присутствует в судах, не защищает судов от нападов и образ активистов. А подраздели полиции, которые приезжают на вызовы, занимают позицию сторонних спостерегачей. Юристы говорят, по закону все судебные заседания в Украине, за редким исключением, являются открытыми. И на них имеет право попасть любой гражданин. Но правоохранители обязаны пресекать всякое нарушение закона в зале суда. Если какие-то незаконные формирования, какие-то гражданские активисты нарушают общественный порядок, они должны быть, вне зависимости от того, где это происходит, привлечены быть к административной ответственности за либо мелкое хулиганство, либо хулиганство криминально наказуемое. Мы обратились в нас в полицию с просьбой прокомментировать заявление судей, но ответа пока не получили. Егор Логинов, Светлана Шикера, Сергей Ведмитий, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Задержанный бывший зампрокурора Ривненской области Андрей Боровик хочет восстановиться на работе. С иском он обратился в админсуд Ривненской области. Напомню, Боровика задержали сотрудники военной прокуратуры, объявив, что нашли руководителя янтарной мафии. Экзампрокурора сейчас находится под арестом. На первое заседание суда представитель Боровика не явился, заверил, что его не поставили в известность. Но утверждает, что все основания для восстановления в должности есть. В Одессе в зале суда снова встретились оппозиционный блок и областная прокуратура. Ведомство, напомню, продолжает предпринимать попытки арестовать Александра Орлова, руководителя местной ячейки партии. Сегодня на заседание должен был прийти главный свидетель обвинения. Все подробности далее в материале. Главный свидетель обвинения Сергей Калинчук. Два с половиной года назад, как и Александр Орлов, он был зампредседателя Одесской обладминистрации. Согласно материалам дела, дал показания против Орлова. Дескать, тот звонил ему по телефону и просил разместить тетушек в городских санаториях. Оппозиционера Александра Орлова прокуратура подозревает в организации массовых беспорядков и разгоне митинга 19 февраля 2014 года в Одессе. Сам политик причастность к этому категорически отрицает. Уверяет, Калинчук оговорил его. Поэтому ранее и просил судью вызвать Калинчука как свидетеля. Я ожидаю, что он даст правдивые показания, что я не был организатором этой акции, и что он или заблуждается, или на тот момент как-то неправильно интерпретировал какие-то события, которые происходили. Но внезапно выясняется, буквально на днях Калинчук улетел в турецкую Анталию. Сторона обвинения просит продолжать без свидетеля. Не дожидаться свидетеля соглашается и сторона защиты. Адвокат заявляет, повторное требование прокуратуры взять Орлова под стражу незаконно и не подкреплено доказательствами. Но неожиданно прокуратура просит вызвать в суд того самого Калинчука, против появления которого буквально несколько минут назад протестовала. Вважаю, что необходимо его дебютать в грунтовании подозрев. Когда он вернется? Он вернется и будет достанным до суда. От таких юридических кульбитов в зале явное замешательство. Когда свидетель вернется из Турции, никто не знает. Судья в итоге объявляет перерыв на 10 дней. В оппозиционном блоке, напомню, считают процесс, затеянный против Орлова, политическим преследованием, истинная цель которого – ударить по народному депутату Николаю Скорику. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Нарушение прав оппозиции – главная тема встречи депутатов от оппозиционного блока Юлии Левочкиной и Николая Скорика с директором службы внешних действий ЕС по Европе и Центральной Азии Томасом Майером Хартингом. Вот как прокомментировали оппозиционеры. О чем шла речь во время переговоров? По правам оппозиции мы подняли в том числе дело Николая Скорика, он присутствовал на встрече. И когда дело политическое, это совершенно очевидно, нет никакого базиса для этого политического дела. Это называется политическими преследованиями и политическими репрессиями. Действительно вопрос о правах оппозиции поднимался в очень широком контексте. Начиная вот с начала работы этого парламента, когда полностью были попраны права оппозиции, записанные в регламенте, в части присутствия в руководящем составе комитета Верховной Рады. А то, что происходит сейчас в отношении политического преследования меня и моих коллег, это яркое продолжение этой политики, направленной на то, чтобы заткнуть рот оппозиции. Президент сегодня посетил Одесскую область. Среди прочего, проинспектировал трассу Одесса-Рене. Петр Порошенко заявил, что из госбюджета дополнительно выделено на это 54 миллиона гривен. Глава государства ознакомился с ходом ремонта. На сегодняшний день, как доложили в облавтодоре, уже отремонтирована большая часть дороги, 65 километров. В планах строительство моста через Дунай между Украиной и Румынией. Сейчас завершаются очередные тендерные процедуры и к дорожному строительству, как в Одесской области, так и в целом по Украине, будут привлечены в качестве подрядчиков крупные строительные организации. По словам Порошенко, Украина рассчитывает на финансовую помощь от Евросоюза. Программа дорожного строительства – это стратегическая линия украинской влады. Но работа на дорогах у нас пока не початый край. Украина занимает четвертое место с конца в мировом рейтинге качества дорог. Среди тех, кто нас обогнал – Гондурас, Габун и Зибабве. Но есть нам чем и гордиться. Мы, например, опередили Конго, Мавританию, Парагвай и Мадагаскар. Всего в дорожном мировом чарте 138 стран. Украина отвела войска на один километр в районе поселка Петровское. Это мариупольское направление. Несмотря на то, что на этой неделе там еще велись обстрелы со стороны боевиков. В рамках последних минских договоренностей в минувшую субботу войска были отведены также от поселка Золотое в Луганской области. Материал Геннадия Вивденко. Все-таки украинские воины отводят свои войска из поселка Петровское на километр южнее. Сейчас грузят свои вещи и готовятся отбыть немножко дальше в тыл. Лесопосадка под Петровским, неподалеку Мариуполя. Бойцы выезжают на заранее подготовленное укрепление. Отводят бронетехнику. Это была позиция, на которой еще 10 минут назад была боевая броневая машина пехоты. Она сейчас отведена на установленную рамковым решением отстань на один километр в сторону. Сейчас машина там грузится личными вещами этого подраздела и отбывает. Я отримал информацию с той стороны, что там тоже распечатают введение. Военные выполняют приказ, оставляют то, что отстроили за последние недели. Даже заранее подготовленные дрова. Трифи обидно, тут уже много работы сделано. Как вы видели, тут и баня была сделана, все облаштовано. Зараные позиции. В случае провокации обещают быстро вернуться назад. Тревожат, что неделю назад противник построил блокпост на дороге напротив. Приказ будем открывать огонь. Мы всегда находимся в боевой готовности, так что приблизительно минут 15 мы на месте. Расстояние между сторонами будет 2 километра. Это вне досягаемости стрелкового оружия. Теперь здесь должны работать офицеры из совместного центра по прекращению огня и представители БСЕ. На этой позиции остаются целодневно черговать офицеры украинской стороны совместного центра. Там есть одна сосредоточная вежа. И вот, вы видите, сосредоточная вежа. Тут будет сделано соответствующее маркувание, что это СКК. И, согласно рамкового решения, там сказано честно, что в этой зоне могут находиться только офицеры совместного центра. Огонь на этой неделе противник здесь открывал не раз, хотя для отвода необходима тишина в течение 7 дней. Также обстрелы продолжаются по всей линии защиты Мариуполя и Марьинки. Наблюдатели официально здесь огонь не зафиксировали. Однако сегодня представители БСЕ наблюдали за отводом украинских сил. Все, что мы можем сказать после нашего мониторинга с обеих сторон, позже мы обнародуем в нашем официальном ежедневном сообщении. В небе появляется ракета. Значит, украинские военные покинули окопы под Петровским. Мы, как говорят на фронте крайними, покидаем эту позицию под поселком Петровское. Естественно, украинские военные хотят сюда вернуться и пойти дальше. Но это будет зависеть уже от больших политических решений. А вот условий для того, чтобы развести стороны в районе станицы Луганской, пока нет. Об этом заявляют в Министерстве обороны Украины. Боевики продолжают обстреливать контрольно-пропускной пункт вблизи населенного пункта. А в Севолон-Луганском направлении сегодня 10 раз нарушался режим тишины. Напомню, согласно договоренностям, разведению сторон должно предшествовать по меньшей мере 7 дней полного затишья. Германия не исключает введение санкций против России из-за эскалации ситуации в Сирии. Об этом сегодня заявил представитель немецкого правительства. По словам Штефена Зайберта, ввиду обострения ситуации в регионе, официальный Берлин рассматривает все варианты действий. Лишь бы добиться режима прекращения огня в Сирии. Ну а сама Россия мечтает восстановить военные базы во Вьетнаме и на Кубе. По крайней мере, такую возможность уже рассматривают в Москве. Об этом заявил заместитель министра обороны России Николай Панков. В 79-м году Советский Союз, напомню, имел базу в городе Камрань во Вьетнаме, а в 67-м на Кубе в городе Лурдес открыли центр радиоэлектронной разведки. По назначению его использовали до 2002 года. Продолжаем подробности. Вот что узнаете из второй части выпуска. Полиция незаконно закрыла уголовное дело о фальсификациях во время выборов в Киевсовет. Такое решение вынес столичный Шевченковский районный суд. Жалобу на действия полиции подала Киевская организация оппозиционного блока. За год, по словам лидера столичных оппозиционеров, правоохранители так и не разобрались, откуда на выборах появились 2000 лишних бюллетеней. За все это время было проведено только одно следственное действие. Был допрошен председатель территориальной избирательной комиссии города Киева. В то же время полиция отказалась изымать документы в полиграфическом предприятии, которое печатало эти лишние бюллетени. Полиция не смогла найти акты расхождения. Вот сейчас определение суда вступило в силу. Оно не может быть обжаловано. Полиция обязана снова открыть производство. Полиция обязана провести необходимые следственные действия и установить виновных. Повальные вырубки продолжаются. Теперь в Черкасской области. Вот только уничтожают там уже даже не леса. Рубщики добрались до обычных посадок. Тем более, что делать это можно фактически безнаказанно. Почему знает Станислав Кухарчук? Тут, наверное, и дубик, и ног, может быть, что-то есть. Я же не знаю, какие-то. Это на зиму пенсионерка купила машину дров. Отдала почти две пенсии. Три тысячи гривен. Здесь, на трассе, очень часто предлагают древесину. Прямо с машины. Жители берут, даже не спрашивая документы у продавцов. Большие машины ездят. Пройдем дров. Деякі рубаные. Деякі такие метровки привозят. А где вони берут? Что вони берут? Чеба нас интересует нам. Тупить треба греть за зимой. Не исключено, что дрова пенсионерки именно отсюда. На днях эту незаконную вырубку недалеко от села обнаружили экологи. От лесополосы, которая защищает поля от ветра, остались одни пеньки. Срезали более 400 деревьев. Убытки на полтора миллиона гривен. Местная прокуратура открыла уголовное производство. Сгідно огляду установлено, что это дерева клен, осыка. Это попередний огляд. Попередньо в ходе огляда было установлено, что это деревина не... Деревина техничная, деревина, тобто для дров. Беспосередньо ее использовала для дров. Лесополоса проходила как раз по границе села Терешки. Председатель сельсовета и землемир ищут на карте этот участок. Да только найти не могут вокруг поля. О незаконной вырубке узнали от следователей. Говорят, ничего удивительного. По законодательству за лесополосы никто не отвечает. То надо только дозвіл, если это редкость на дерево. Воно занесено до черновой книги, до зеленой. Сгідно статті 90 земельного кодексу. Або если вы пилаете в лесу в массиве, тоді потрібно розрішення. Но ценных деревьев в лесополосах и посадках тоже хватает. Дуб, ясень, клен. Под видом расчистки их тоже безжалостно уничтожают. Масштабы колоссальные. Эта посадка из кленов и дубов находится как раз на границе Шполянского и Городычинского районов. И похоже ее собираются расчищать. Об этом свидетельствуют вот эти вот метки с этими номерами. И судя по номерам, деревьев здесь более 300. И не все они аварийные. В посадке через дорогу подобная очистка уже была. Вокруг пеньки и поломанные ветки. В областной экологической инспекции говорят, незаконные вырубки – настоящий бич. Деревья неучтенные. И в каком количестве их режут, никто не контролирует. Экологи утверждают, если не принять закон об ответственности за вырубку деревьев в посадках и не назначить ответственного за них, то через несколько лет вдоль дорог будут торчать одни пеньки. Средслав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер, Черкасская область. В Николаеве следователи прокуратуры задержали на взятке сотрудника Николаевского лесного хозяйства. Инженер Сергей Скоробогацкий потребовал вознаграждения за то, чтобы выписать справку для приватизации земли в лесу. Чиновника задержали при получении первой части денег 52 тысяч гривен. Как выяснилось, Скоробогацкий является гражданином России, поэтому сразу после задержания о факте преступления правоохранители сообщили в российское консульство. Взяточник проработал на должности инженера лесхоза более 10 лет. Теперь ему грозит от 3 до 8 лет с конфискацией имущества. Вказанная посадовая особа обещала надать доведку громадянам, которым отводились земельные делянки, что вказана земельная делянка, которая подходит отводению, не есть землями лесового фонда. Эти земли есть землями лесового фонда и не могли подлежать их приватизации. В суде в Кропивницком сейчас избирают меру пресечения поселковому голове и его пособнику, члену исполкома. Оба погорели на взятки. Требовали 300 тысяч гривен. У кого вымогали деньги и кто приехал поддержать чиновников, расскажут наши корреспонденты. Председателя поселкового совета Сергея Денисенко задержали на взятке два дня назад. Вот фото с места задержания. Размер взятки почти 300 тысяч гривен. За эти деньги обещал продать по заниженной стоимости 3 гектара земли частному предприятию. А вот жители поселков то, что их председатель взяточник, не верят. Поэтому сегодня приехали в суд его поддержать. И вдруг это москве шоу. Мы не верим как люди. И пришли его поддержать. Представитель военной прокуратуры рассказывает, информацию о вымогательстве получили еще в мае. Четыре месяца следили, собирали доказательства. И вот два дня назад взяли на горячем. Мы получили достаточно доказательств для предъявления оборудованной подозрения. Про то, что действительно за значение особи получили в три приема неправомирную выгоду на загальную сумму 268 тысяч гривен. Вознаграждение за добро поселкового совета на продажу земли председатель Сергей Денисенко получал через посредника. Члена исполкома Петра Дамаскина. Оба подозреваемых свою вину отрицают. Я же сказал, что я забавился. Я не знаю, давайте в процессе. Я сам хочу с ним разобраться. Я хочу разобраться сам, в чем проблема. 60-летнего пособника Петра Дамаскина суд отпустил под домашний арест, учитывая преклонный возраст, состояние здоровья и характеристику. А вот для председателя поселкового совета прокуратура требует арест с правом внесения залога. Судебное заседание еще продолжается. Ольга Иванченко, Елена Брынза, Владимир Кувакин. Подробности телеканал Интер, Кропивницкий. Табачный рейд. По всей Украине прокатилась волна облав на сигаретных контрабандистов. Где и сколько изъяли незаконных товаров, выясняли наши корреспонденты. На Ан-2 в народе кукурузник в Румынию пытались доставить 125 тысяч пачек сигарет российского производства. В СБУ заявили, что операцию провели вместе с прокуратурой. Отрапортовали буквально следующее. Остановили самолет с контрабандой. Все пачки без акцизных марок. Как именно удалось тормознуть контрабандный кукурузник, не говорят, имен нарушителей правоохранители тоже не называют. Но при службе областной прокуратуры намекнули, к произошедшему могут быть причастные чиновники государственной фискальной службы. Больше никаких подробностей. А вот эксперты таким заявлением удивлены. Ан-2 технически не мог бы перелететь через всю Украину до границы с Румынией. Как и поднять такой большой груз? Ловили контрабандистов сегодня на границе с Венгрией. В Закарпатье сотрудники СБУ задержали водителя фуры, в которой обнаружили 225 тысяч пачек сигарет. При задержании он оказал сопротивление и даже угрожал ножом пограничникам. Общая стоимость такого груза 2 миллиона 200 тысяч гривен. А в пункте пропуска Ягодин в Волынской области пограничники Луцкого погранотряда нашли контрабандный табак в легковом авто с польскими номерами. Под обшивкой в переднем и заднем бампере он и прятал весь этот товар. Все без акцизных марок. 21-летний водитель, житель приграничного Любомля, пытался провести их контрабандой в Польшу. Олег Решетняк и Сергей Килимник. Подробности. Телеканал Интер. Вывести экономику из тени, бороться с коррупцией, предоставлять льготы и выгодные кредиты бизнесу. Это поможет привлечь больше инвестиций в Украину, считают отечественные и иностранные бизнесмены. Тема капиталовложений в экономику страны стала главной во второй день Киевского международного экономического форума. Сюда съехались около полутысячи бизнесменов. Об интересе к Украине заявляют инвесторы разных стран. Китай уже стал не таким привлекательным, поднял цены. И арабы рассматривают новые варианты для инвестиций, а именно Украину. Мы ждем интересных проектов. Также будем помогать нашим партнерам из других стран Персидского залива вкладывать деньги в Украину. Владимир Гройсман пообещал зеленый свет бизнесу и пригрозил силовикам, которые препятствуют его развитию. Об этом премьер заявил во время рабочей поездки на предприятия Киевской области. По словам главы правительства, уже в ближайшее время будет создан государственный офис сопровождения инвестиций. Его главная задача – уберечь бизнесменов от бюрократической волокиты и коррупции. Я говорю это и для податковой инспекции, и для податковой милиции, и для Министерства внутренних справ, и для СБУ, и для всех других вещей. Если кто-то будет использовать владные повноважения для того, чтобы тиснуть на бизнес, я сразу хочу подкреслить. Это вороги, классовые вороги и Украины, и мои особисти, и нашего уряда. В музей Западной Фрисландии доставили часть коллекции, похищенной 10 лет назад. Четыре картины почти два года назад обнаружили в одном из особняков на востоке Украины. После поисков и громкого скандала, подмочившего репутацию батальона АУН, пресс-секретарь которого, по свидетельствам очевидцев, требовал за возвращение 50 миллионов евро от голландской стороны. София Гордиенко видела возвращение шедевров. Полгода назад директор музея, провожая группы украинских журналистов, обещал вернуть картины, устроит пир на весь хорн. Обещание сдержал. Неравнодушные граждане стали собираться на главной площади уже в полдень. Я очень рада, что картины вернулись. Отличный повод устроить праздник. Ровно в 2.30 приехала фура с ожившими персонажами спасенных полотен, которые якобы вернулись из Киева. Домой. Коробки сгружали под аплодисменты присутствующих. Радовались даже музейные сторожа. Холсты заняли свое место в зале, из которого их украли, который 10 лет оставался пусты. Эти два полотна вернулись не просто в отличном состоянии, а даже были оправлены в рамы. Судя по всему, они не хранились во влажном подвале, а украшали чью-то гостиную. Наиболее поврежденные картины даже разворачивать не стали. Это картина 17 века, сцена на кухне. Ее даже свернули неправильно, краской внутрь. И, конечно, слой потрескался. Минимум 100 тысяч евро понадобится, чтобы отреставрировать все полотна. Директор не скрывает радости, однако оказалось, одно свое обещание он все же не сдержал. Вы обещали, что в случае возвращения поднимете украинский флаг здесь. Я помню. Мы забыли, простите. Зато вашего посла сегодня угостили кофе с голландскими плюшками. И мы благодарны всем украинцам, которые помогли вернуть картины. Повод поднять украинский флаг еще найдется. 19 других картин, изображение которых показывает на экране в углу, все еще числятся пропавшими. Где они, неизвестно. Как неизвестно, чьи просторные хоромы украшали похищенные полотна. Мы передали СБУ все имена причастных, и они нашли 4 работы, но отказались назвать, кто же был владельцем. Это подозрительно, но для нас не имеет значения, ведь картины вернулись. Детектива Артура Бранта, принимавшего участие в поиске картин, нанял музей и миссию свою сыщик частично выполнил, но работу не прекратил. Говорит, друзей и знакомых в Украине у него становится все больше, а значит и шансы узнать что-либо о судьбе остальных картин тоже растут. София Гордиенко, Василий Тружковский. Подробности, телеканал Интер. Хорн, Голландия. Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за, процитирую, решительные усилия в окончании гражданской войны, которая продолжалась на протяжении 50 лет и унесла жизни 220 тысяч колумбийцев. Главным достижением Сантоса назвали соглашение о перемирии с повстанцами. На награду претендовали 376 номинантов. Это рекорд более чем за 100-летнюю историю премии. Среди них были и госсекретарь США Джон Керри, и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Зариф, и сирийская группа волонтеров Белые Каски, которые спасли более 60 тысяч человек. Какой гонорар звезд сериала «Игра престолов»? И почему компания Google простила огромный долг испанскому мальчику? Об этом и не только. Посмотрите в нашем обзоре. В Афганистане отреставрируют дворец Дар-Уль-Аман. Он был построен в середине 20-х годов прошлого века немецкими архитекторами. Неоднократно страдал от боевых действий и превратился в руины. В Кабуле считают, что дворец станет символом возрождения и прогресса страны. На реконструкцию власти выделят 20 миллионов долларов. В команде реставраторов 100 молодых специалистов. Среди них будут и женщины-инженеры. Зарплаты фэнтези стали известны гонорарой звезд популярного во всем мире сериала «Игра престолов». Оказалось, что исполнители главных ролей, а именно Эмилия Кларк, Кит Харрингтон и Лена Хиди, получают по 500 тысяч долларов за каждый эпизод. Новый седьмой сезон нашумевшего телесериала выйдет летом 2017 года. Компания Google простила долг в 100 тысяч евро испанскому мальчику. Хосе Хавьер завел канал на YouTube и подключил к нему свою кредитную карту. Но при настройке перепутал сервис монетизации видео с покупкой рекламы. Два месяца он выкладывал ролики своей группы Los Salerosos и рекламировал их. Когда в банк пришел счет на сумму более 19 тысяч евро, менеджер заблокировал карту. Позже пришел еще один на 70 тысяч. Из-за того, что Хосе нет 14, в Google решили, платить он не будет. В лондонской школе появилась виртуальная кошка по кличке Синдер. Она существует в виртуальной реальности. Периодически выскакивает на экранах ноутбуков учеников и на большом экране, установленном в школе. Дети играют с виртуальным питомцем и разбираются в новых технологиях. Например, питается кошка энергией, полученной из солнечных батарей. А когда пасмурно, нуждается в заботе учеников. Учителя надеются, что проект поможет детям лучше понять проблемы окружающей среды. Клавиатура и компьютер против болезни Паркинсона. Испанские ученые научились определять коварную болезнь на ранних стадиях с помощью обычной клавиатуры. Исследователи разработали специальный алгоритм для выявления симптомов на основании времени нажатия клавиш при наборе текста. Людям с таким заболеванием необходимо регулярно проходить аппаратную диагностику, что не всегда возможно. А новый алгоритм можно установить прямо на домашнем компьютере. Мэтью обрушился на Флориду. Самый сильный за последнее время ураган, который уже унес жизни более 800 человек в карибских странах, добрался и до территории США. Тысячи людей провели эту ночь в школах и церквях, где организовали центры для эвакуированных. О ситуации к этому моменту. Дмитрий Ановченко, он с нами на связи. Дима, приветствую. Какие прогнозы? Что говорят метеорологи? Ураган идет на спад или только набирает силу? Леш, ну многие американцы говорят, что вот сегодняшняя ночь была самой страшной в их жизни. Только представьте, ветер со скоростью 120 км в час, а то и больше, который сносит все на своем пути. И ужасный ливень, который не прекращается часами. До самого побережья Флориды ураган добрался этой ночью. Дождь такой плотный, словно снегопад. В нескольких шагах уже ничего не видно. Ветер срывает крыши, рвет провода, оставив 300 тысяч домов без электричества. Ураган поднимает и гонит на берег волну. Ее высота порой достигает трех метров. Национальная служба погоды уже заявила, что ураган может быть самым сильным, который видели во Флориде за последние 118 лет. Поэтому власти призывают немедленно уехать. Всех, даже тех, кто еще колеблется, призывают покидать свои дома. Причем слов уже не выбирают. Вот послушайте. Если необходимо уехать, но вы еще этого не сделали, эвакуируйтесь. Шторм убьет вас. Время уходит. Времени больше не осталось. Курортные города сегодня напоминают декорации из фильмов ужасов. Абсолютно пустые улицы и дома с заколоченными окнами. Начало октября у Флориды еще сезон. И пару дней назад на пляжах тут не было свободного места, как не было мест и в прибрежных отелях. А сейчас не осталось никого, кроме полиции. Силовики поставили блокпосты на всех основных магистралях, чтобы остановить мародеров. Но и самим жителям, оказавшимся в зоне стихийного бедствия, при всем желании домой уже не вернуться. Порядка двух миллионов человек, вот только вдумайтесь, два миллиона уже покинули свои дома. Те, кому было куда ехать, попытались найти пристанище у родственников или знакомых в соседних штатах, но остальные. Остальные провели эту ночь в убежищах, которые на скорую руку организовали местные власти. Шум ливни за окном, детский плач. В школах, в спортивных залах, в церквях и госучреждениях люди спят просто на полу, укрывшись тем, что успели взять из дому. И очень по-американски. Вот рядом отдельные убежища, убежища для домашних питомцев. Сюда завезли электрогенераторы, воду, продукты из армейских запасов. И говорят, что этого хватит, чтобы продержаться 48 часов, пока стихия не ослабнет. Мы бросили все и просто надеемся, что жизнь когда-то наладится. А что нам еще остается? Надеюсь, наши дома выдержат и нам будет куда вернуться. Нам приказали эвакуироваться и что это обязательно. Я впервые в жизни не знаю, что будет со мной и моими детьми. И вот этот срок, 48 часов, здесь называют постоянно. Мол, за это время Мэтью должен ослабить свою смертельную хватку. Ну а пока, пока в трех штатах, Флориде, Южной Каролине и Джорджии введен режим чрезвычайного положения. И Америка затаила дыхание, пережидая ураган, пережидая этот страшный дождь и опасаясь его последствий. Студия. Спасибо, Дмитрий Анопченко, о том, как Соединенные Штаты пытаются пережить мощный удар стихии. А вот сейчас посмотрите, как выглядит ураган Мэтью из космоса. Эти уникальные кадры опубликовало Американское аэрокосмическое агентство НАСА. Камера спутника запечатлела движение стихии. Ураган как раз миновал тогда Багама и направлялся в сторону Флориды. Сейчас он только набирает силу. Напомню, скорость ветра уже превышает 200 километров в час. Ну что ж, это были все подробности этого дня. Напоминаю, информационный вечер на интере только набирает обороты. Впереди у нас с вами самое популярное политическое ток-шоу Украины. Черное зеркало. До встречи в 9 вечера. Редактор субтитров А.Семкин